Деньги на расчетный счет Этим людям отдельное спасибо, это самые активные, самоответственные наши зрители, которые понимают, что мы существуем за счет нашей аудитории, а в ответ пытаемся нести вам что-то, чего вам не несет БСТ и прочие официальные источники информации. В Башкирии редко пристально следят за кадровыми перестановками в администрации Путина, но та отставка, о которой я сегодня буду говорить, имеет непосредственное отношение к нашей с вами жизни. Речь идет о том, что со своего поста устранен Александр Дмитриевич Харичев, неформально курировавший важнейшие аспекты внутренней политики в Российской Федерации. Также он возглавлял департамент организации деятельности Госсовета, так что отдельный привет Олегу Полстовалову. Знающие люди утверждают, что именно Харичев организовал молниеносный приход Хабирова в Башкирию в 2018 году. Харичев мастерски воспользовался отсутствием на рабочем месте и пребыванием в отпуске Хириенко и каким-то загадочным образом протащил Хабирова мимо всех кабинетов прямо в кабинет к Путину. Если уж все вот это принимать как достоверную информацию, то, судя по всему, у Хабирова наступают очень тяжелые времена, потому что именно Харичеву приписывают некое крешевание Хабирова в московских кабинетах, в администрации президента, регулярную поддержку на высшем уровне. И потому Хабирову, учитывая тот груз ошибок и просчетов, которые накопил он и его команда, в ближайшее время придется очень нелегко. Все мы понимаем, какое раздражение вызывает Хабиров у господина Кириенко лично и у многих в Кремле. Соответственно, теперь отбиваться от претензий, которые, собственно, весьма закономерны и во многом справедливы, Хабирову будет значительно сложнее. После нашего сюжета на прошлой неделе о кадрах Хабирова было очень много комментариев в стиле, что всех надо гнать, что все прогнило сверху донизу и так далее, и так далее. В общем, нагнали мы негативы. На самом деле, все не так печально и, хвала Всевышнему, все не так фатально. Потому я взял на себя смелость провести некий такой поверхностный анализ тех категорий чиновников, которые есть в команде у Хабирова. Ну и команда Хабирова, как всякая сложная система, сложная социальная система в первую очередь, совершенно неоднородна. В ней есть, на мой взгляд, три основные категории чиновников. Я беру верхний слой чиновничества. Это так называемые условные спасатели, это шуты и это трутни. Вот давайте со всеми с ними разберемся по порядку. Начнем со спасателей. Хабиров, каким бы он ни был, и я очень надеюсь на это, все-таки понимает, что существуют такие отрасли народного хозяйства, где фатальные ошибки могут привести к очень серьезным негативным результатам, собственно, и для него, и для его власти в том числе. Это ЖКХ, это транспорт, финансы, производственная сфера республики. И потому, когда очередной любимчик Хабирова поставленный управлять одной из этих отраслей, а мы уже несколько таких итераций видели, так вот, когда этот любимчик запарывает дело совсем, в дело вступают вот те самые спасатели. Так как первоначально Хабиров назначал на эти ключевые должности исключительно по соображениям близости к телу, верности, ну и вообще каких-то личных симпатий, то теперь он постепенно понимает, что нужно как-то более серьезно относиться к этим назначениям. И вместо разваливших поручения у нас, значит, используются вот эти вот спасатели. Ну, самым ярким представителем этой категории чиновничества является, конечно же, Алан Марзаев. Ну, так было с Минтрансом, так было с Министерством ЖКХ, который был брошен спасать тот самый Марзаев. Ну и в итоге сейчас он курирует и Минтранспорта, и МинжКХ, и строительство, будучи уже вице-премьером, которым вот возвышается над всеми этими ведомствами. Ну, а горе чиновники из этих ведомств, я имею в виду Беляева, Кучербаева, Жулькова и некоторых других, сейчас, как известно, находятся под следствием. Лично я вот этих спасателей и конкретно Алана Марзаева оцениваю по соотношению двух качеств. Это личная верность Хабирову и здравый смысл, который содержится в этом чиновнике. Этот показатель, например, у Алана Марзаева составляет примерно один к одному. Ну, не берусь утверждать, что Алан Марзаев – это панацея от всех бед, однако мы видим то, что он хотя бы удерживает в каком-то стабильном положении полуразрушенную отрасль, там, будь то ЖКХ, Минтранс или Министерство строительства. Не пытается открутить то, что накрепко прикручено, и не пытается сломать то, что монолитно и не ломается. Собственно, к этой вот категории спасателей можно условно отнести Гусева, Забелина, Муратова. Ну, и время от времени, мне даже кажется, что к этой категории можно относить и к Десамову, которая иногда действительно проявляет чудеса здравомыслия и не дает растащить совсем уже бюджет всяким абсолютно оголтелым членам команды Хабирова, которые считают, что бюджет – это карман. Теперь чиновники трутни. В правительстве это самая многочисленная категория чиновников. Их главный лозунг очень созвучен с мировоззрением ради Хабирова, и тут неудивительно. И лозунг этот звучит так – «казаться, а не быть». И потому их общество так всегда приятно Хабирову, потому он с удовольствием слушает их доклады, и вообще они ласкают его слух. На мой взгляд, самым очевидным примером чиновника трутни является Александр Николаевич Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан. Имея, в общем-то, сельскохозяйственное образование, Александр Николаевич умудрился руководить сейчас промышленностью и даже энергетикой всей Республики Башкортостан, что, в общем-то, вызывает регулярно слезу, умиление у ради Хабирова, когда он слушает доклады Шельдяева. В основном руководит всей промышленностью господин Шельдяев при помощи индекса роста промышленного производства, столь милого слуху Радио Фаритовича. Ну, собственно, как руководит Шельдяев? Руководить-то там, собственно, нечем, потому что вся основная промышленность принадлежит не государству, или принадлежит частным лицам, или принадлежит настолько федеральным корпорациям и группам, что никакому Шельдяеву туда даже и нос-то сунуть не получается. Ну, в общем-то, обходимся какими-то фейковыми статистическими выкладками и бодренькими докладами о том, как все хорошо, прекрасные маркизы. Суть чиновника Трутня и суть, собственно, вот этого Шельдяева заключена в том, что нужно приспосабливаться к обстоятельствам и радовать слух начальства. Шельдяев это понял вовремя и прямо у нас на глазах превращается в посовщика достижений, фейковых побед к столу дорогого Радио Фаритовича. Ну, а чтобы уж сильно не утруждаться и не ублажать слух дорогого Радио Фаритовича в одиночку, недавно Шельдяев взял к себе еще и помощника зама, некого Гуркова, чтобы вот тот ему подпевал как положено. Гурков этот, в общем-то, темная лошадка, но я так полагаю, что Шельдяев знает, кого брать на работу. Однажды, конечно, все встанет на свои места, и даже Хабиров поймет, что напрасно, в общем-то, он самоутешался, слушая вот этого Шельдяева о победах и росте вот этого самого индекса промышленного производства. Главное, чтобы поздно не было. Из наиболее заметных чиновников Башкирии к этой категории трудней я бы отнес Хабибова в первую очередь, Хажина, ну и отчасти Фазрахманова. Это те самые приспособленцы и ублажатели слуха Хабирова, которые, на мой взгляд, самым вероятным образом относятся к этой категории. Ну и теперь остались чиновники Шуты. При всяком восточном дворе обязательно должны быть Шуты. Их несколько, они просто веселят начальство и создают ему приятное настроение. Ну, этих тоже не особенно много, как и первых спасателей, но зато они самые яркие, самые заметные и веселые, как и положено Шутам. Это чиновники, которые изначально понимают свою абсолютную ненужность и занимают нишу поставщиков веселья, спокойствия и подтверждения, самое главное, правоты начальства. Ну, ранее эту роль в одиночку практически исполнял Мурзагулов, теперь их стало несколько. Естественно, фронтмен у них это, или фронтвумен, это Прочаковская. Дальше всякие Шамиль Валеевы, Зульфии Гайсины, Амина Шафикова, немножко Зарафуддинов. Вот все эти чиновники и получиновники, это все вот эти категории Шутов. Основной задачей Шутов является отвлекать Ради Фаридовича от печальных мыслей, имитировать трансляцию мнения населения и, главное, восхищение дорогим Ради Фаридовичем со стороны этого населения. Ну, собственно, про этих товарищей уже очень много говорится, мы все время их замечаем, подмечаем, и потому сегодня говорить о них, наверное, много не будем. Почти неделю добирался доблестный Батыр Азад Солдат до зоны специальной военной операции. Дорога дальняя. Но за это время он успел в пути практически дослужиться до следующего воинского звания. Неведомым образом лейтенант Барданов превратился в старшего лейтенанта Барданова. Вот прям по пути. Ну, это как в том детском стихотворении. За время пути оно ведь могло подрасти. Если серьезно, то мы действительно рискуем к Новому году увидеть в Уфе, прямо у монумента Шеймуратова, явление первого башкира-маршала, увешанного орденами и медальками, от самых шпор до самых грандиозных и необъятных щек. И это действительно будет первый маршал-башкир на башкирской земле. Ну, а чтобы Азаду Солдату служилась на специальной военной операции не скучно и не наскучило ему принимать на себя новые звания и награды, в зону специальной операции, прямо вслед к нему, был отправлен еще один боевой Винни-Пух Хабирова, я имею в виду Урал Кельсинбаева. Обредившись в многослойную броню, Урал Тагирович мужественно доставил на передовую много-много меда и бронированный автомобиль Урал для транспортировки политрука Азата к местам приема пищи и сна. Если вы думаете, что многослойную броню для Урала Кельсинбаева или бронированные грузовики для Азата Борданова приобретают на скромные сбережения все того же Кельсинбаева или, не дай бог, Хабирова, то вы очень сильно заблуждаетесь. Начался интенсивный сбор средств самых послушных и самых покорных жителей республики с бюджетников. В ведомственных предприятиях активно распространяются некие бланки добровольного согласия на регулярное удержание части заработка в пользу некого проекта по сбору средств под названием «Все для победы». Причем в этих бланках не указывается ни правовая форма, ни адрес, ни вообще какие-нибудь должностные лица вот этого, с позволения сказать, проекта. И потому я в очередной раз предупреждаю, граждане, уже многократные, в том числе правоохранительные органы, говорили о том, что вокруг сбора помощи бойцам специальной военной операции вьется огромное количество мошенников. Прежде чем подписывать какие-нибудь бланки, особенно вот эти «Все для победы», поинтересуйтесь у своего начальства, поинтересуйтесь подробно, что это за организация, куда пойдут деньги, кто за них отвечает, и даже, возможно, отчитывается за их расходование, иначе, как говорится, это все может быть впустую. Ну и традиционная рубрика «О чем молчала БСТ на неделе». БСТ на этой неделе не стала нам рассказывать о том, что возбуждено уже второе уголовное дело по поводу строительства вот этой злосчастной школы в Новобулгаково. В этот раз уголовное дело возбуждено по факту оплаты невыполненных работ на много-много миллионов рублей. Школа на 825 мест стоит недостроенная, власти что-то там лениво и вяло мычат о том, что на все это влияют санкции и подорожание строительных материалов, при этом они не учитывают, что школа-то вообще-то должна была быть сдана аж в 2020 году, до всех санкций, до вот этого фатального подорожания и до всего того, что натворил Владимир Путин с нашей страной и другими странами. Ну, министр Хажин и Родин все еще на свободе и при должностях, поэтому я, как и обещал, отправил майку с надписью, 56-го размера майку, с надписью «Лучше Хажина уволь или впредь не балаболь» лично радио Фаритовича по его адресу проживания, указанном им в его же декларации. Я не знаю, что теперь нужно сделать и как теперь доказывать Хабирову, что он должен исполнять свои обещания. Школа стоит недостроенная, 1 сентября уже 2022 года давно-давно миновало и скоро у нас уже декабрь, а школа так и недостроена. Собственно, это касается и школы в Старом Сибае, про которую вот так шумел дорогой Родин Фаритович и кричал и топал ножками. БСТ все-таки телевидение, но, тем не менее, оно не злоупотребляет тем, чтобы показывать нам кадры разрухи, раздолбайства и бесхозяйственности, коих в огромном количестве мы видим по республике Башкортостан, а вот мы вам эти кадры покажем. Вот, например, в центре Уфы произошел прорыв водовода крупного диаметра, улица превратилась в каток и 8 многоквартирных домов прямо в центре Уфы остались без водоснабжения. Это нам не показывает ПБСТ. А вот в Туймазинском районе спохватились, что не успели освоить денежки до зимы и начали класть асфальт прямо в снег. Местные жители с недоумением снимают это все и показывают нам, а мы показываем вам. А вот несчастные жители Кушнаренкова догоняют и толпой штурмуют один единственный автобус Башкиров автотранса, который, вот он один только маленький этот автобус, их обещает довезти до Уфы, и кто-то, кто не успел, тот опоздал. Собственно, это все на фоне бравурных заявлений о завершении, победном завершении транспортной реформы. Вот такое видео, конечно, БСТ нам не покажет. Ну и вовсе молчит БСТ о том, что в Стрельтомакии и Салавате в очередной раз стало совсем нечем дышать, а местные промышленники делают вид, что так оно, в общем-то, и должно быть. Люди пишут, люди кричат, но это происходит уже многие годы, и как-то очень уж привычно это стало нам слышать, хотя, наверное, дышать вот тем, что дышат они там. И тот процент, который выявляется, процент онкологических заболеваний в Стрельтомакии и Салавате, конечно, это ужасно, но ко всему ужасному мы начинаем привыкать. Не знаю, привыкнут ли Стрельтомакцы и Салаватцы дышать вот тем, чем они дышат, но пока они, в общем-то, недовольны и кричат об этом. Почти три года Хабирову было чем заняться. Он занимался памятником Шеймуратову. Проектировал, утверждал, спорил, тратил бюджетные миллиарды, потом строил, перестраивал, перекладывал плитку, бегал потрогать руками в обеденный перерыв, ну и прочее, прочее. Но все хорошее и плохое рано или поздно заканчивается. Закончилось и это. Хабиров, очевидно, затасковал. Руки стал одевать некуда, потрогать нечего стало в обеденный перерыв, но продлилось это недолго. Радио Фаридовичу пришла в голову гениальная мысль о том, что монумент ведь можно бесконечно улучшать, улучшать, модернизировать, дополнять. И, как говорится, понеслось. Придумано, сделано. Уже на минувшей неделе стало известно, что монумент дополняется картушем с надписью, цветочками, цветочками Курая, ну и птичками. Эти новые идеи начинающего архитектора и скульптора Хабирова обойдутся нам дополнительно еще в 17 миллионов 650 тысяч рублей. Вот эти картуши, птички и цветочки. Примечательно, что и птички, и цветок Курая уже многократно воплощены на боках постамента памятника Шимуратова, но, видимо, их недостаточно, это недостаточно выразительно и, как говорится, автору виднее. Страшно даже предположить, что еще придет в голову обер-скульптору Эвсея Башкирия. Возможно, на монументе появятся фигуры слонов, жирафов, возможно, героический профиль азата-солдата, попирающего ногой украинский нацизм. Ну, почему нет? Вполне себе в тему. А, возможно, пора уже и самому Радио Фаритовичу отобразиться в собственном творении, как поступали многие гении изобразительного искусства, ну, где-нибудь немножко в сторонке, ну, в сторонке от птичек и цветков Курая, но обязательно в танковом шлеме с клюшкой и с шампурами можно добавить казан плова, ну, чтобы полностью создать тот образ, который укоренился в сознании жителей Башкирии, и чтобы, как говорится, на века остаться в нашей памяти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На минувшей неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Несупургу-Песков дважды опровергал слухи о готовящейся после Нового года дальнейшей мобилизации Российской Федерации. Мы задали вопрос нашим подписчикам телеграм-канала «Открытая политика», провели опрос, доверяют ли они Владимиру Путину, заявившему, что мобилизация на специальную военную операцию окончена. Только 8% из наших респондентов доверяют верховному главнокомандующему. Вот только 8%. 92% считают, что Путин врет настолько часто, что и в этом смысле ему доверять нельзя. Пожалуй, что я бы присоединился ко второй категории голосовавших. Примечательно, что проголосовало чуть больше тысячи человек из нескольких тысяч наших подписчиков. Все-таки глубоко сидит страх, даже во время анонимных голосований люди избегают прикосновения к фамилии Путина. Путин уже вызывает какой-то религиозный страх. С одной стороны, это и правильно. Действительно, Путина стоит бояться после того, что он совершил в последние 9 месяцев. Но, с другой стороны, бояться высказывать свое мнение и не высказывать его, и держать его при себе, это значит не участвовать в тех изменениях, которые неизбежно произойдут в нашей стране. Если вы тоже хотите участвовать в наших опросах и быть в курсе оперативных событий, которые происходят в республике, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Открытая политика». Он так и называется «Открытая политика». А также ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Мы вплотную приближаемся к цифре в 33 тысячи подписчиков и уверенно движемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова